В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного и нового произошло в городе Бресте. Смотрите сейчас. Вопросы реализации экспортного потенциала на примере предприятия областного центра Брестского района, а также свободной экономической зоны Бреста и организация работы по профилактике семейного неблагополучия. Вопросы, которые сегодня во главе угла у представителей вертикали власти области. Анастасия Стропко с главными тезисами очередного заседания Брестского облсполкома. Как много в этом слове «педагог»? Анастасия Наздренплотницкая побывала на мероприятии «Открытый микрофон», организованном для молодых педагогов города Бреста. Ценители языка Шиллера и Гетты в очередной раз собрались в одном зале. София Бережная познакомилась с теми, кто посвятил свою жизнь изучению немецкого языка и культуры. Прямо сейчас об этом и не только. Очередное заседание Брестского облсполкома состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. В центре внимания вопросы реализации экспортного потенциала на примере предприятий областного центра Брестского района, а также свободной экономической зоны Брест. Второй вопрос в повестке дня – организация работы по профилактике семейного неблагополучия в рамках декрета президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Подробности в первом материале выпуска. Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, руководитель области Анатолий Лис представил присутствующим своего нового заместителя Олег Величко, который ранее возглавлял Брестскую центральную городскую больницу, теперь будет курировать в области социальную сферу. Первый вопрос Октябрьского исполкома был посвящен теме экспорта. И если по услугам показатель Брещина выполняет, то с товарами все не так просто. Темп роста экспорта последних за 8 месяцев 2016 составил 101%, при прогнозе на 9 месяцев – 104%. При рассмотрении структуры по укрепленным группам товаров наблюдается снижение экспорта инвестиционных товаров 83,3% или 22,1 млн долларов США и промежуточных товаров 99% или 212,3 млн долларов США. При этом экспорт потребительских товаров с высокой добавленной стоимостью увеличился на 1% или 6 млн долларов США. Среди причин невыполнения показателей и падения экспортных цен из-за колебаний российского рубля, а именно Россия, остается крупнейшим имбортером нашей продукции и временные запреты на поставки и отсутствие кредитной поддержки. Одним из оптимальных механизмов решения вопроса является диверсификация рынков сбыта. В настоящее время Брещено продает свои товары в 79 стран мира. В 2016-м было найдено 7 новых направлений и работа эта должна быть продолжена. Это не говорит, что мы должны уйти с российского рынка. Значит, да, и искать надо за пределами российского. И Россия – это не только европейская часть и не только крупные города. Поэтому здесь есть вопросы и нам необходимо более активно работать и на российском рынке. Экспортный потенциал региона большой, но не всегда и не всеми используется в полном объеме. Активны при продажах за рубеж только 8 городов и районов. К слову, среди них и город над Бугом. За январь-август 2016-го предприятия Бреста отправили на экспорт свои продукции на сумму свыше полумиллиарда долларов США. Важный момент. За этот период удалось увеличить на треть поставки в страны, не относящиеся к СНГ. Возможным это стало благодаря ряду организационных мер, таких как, к примеру, участие в выставках, инвестформах и контактно-кооперационных биржах, налаживание деловых связей с городами-побратимами. Все эти организационные мероприятия позволили предприятиям промышленности в текущем году осуществить экспортные поставки на 13 новых рынков, что даст по году дополнительно до 5 миллионов долларов валютных поступлений. Это такие рынки, как Чили, Эквадор, Норвегия, Колумбия. Впервые наша сувенирка поставила свою продукцию в Японию и США. Второй вопрос заседания – профилактика семейного неблагополучия. По состоянию на 1 октября 2016-го более 3 350 юных жителей Брещины находятся в социально опасном положении, за 10 лет на протяжении которых в стране действует декрет президента о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Уже выработан механизм работы с данной категорией. Декрет номер 18, несмотря на имеющихся в его арсенале механизмов принуждения, в первую очередь институт направленный на сохранение и укрепление семьи и мотивацию возврата к нормальной жизни людей, которые не могут самостоятельно справиться с жизненными трудностями. В свою очередь эффективность работы по реализации мер государственной защиты и введению детей из социально опасного положения напрямую связана со своевременностью их выявления и включения родителей в реабилитационный процесс. Важный аспект взаимодействия с так называемыми обязанными лицами, особенно в части усиления контроля за их работой. В городе над Бугом ситуация в данном направлении постепенно стабилизируется. Большинство обязанных лиц не допускает прогулок. Эта тенденция стала заметна где-то последние года два. Каждый год у нас идет сокращение количества прогулок. Если брать ситуацию сейчас, да, мы имеем 9425 человек одни прогулок, но это на 14% меньше, чем в прошлый год. Поэтому тенденция здесь нормальная, начиная с 2014 года. Существует необходимость повысить и ответственность специалистов за результаты деятельности. Порой работа проводится не слишком активно. Но есть и факты, когда семьи подвергаются проверке без весомых на то оснований. Нередкость и случаи повторного изъятия детей из семей. Каждый год мы продолжаем сталкиваться с проблемами, когда дети страдают от нерадивых родителей, которые не обеспечивают им безопасное и благополучное детство. Не могут накормить, а детям предоставить комфортные условия проживания. Государство вынуждено брать эти функции на себя. Наша задача своевременно выявлять эти семьи, привлекать родителей к возмещению понесенных затрат и стараться делать все возможное, чтобы вернуть детей в семью, где будут созданы условия для их нормального развития и воспитания. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сейчас о том, какими еще событиями была отмечена рабочая неделя. В одном из выпусков новостей мы уже рассказывали о модернизации дорожной инфраструктуры областного центра Брещины. Изменения коснулись перекрестка Жуково-Ковельска, испытывающего большую нагрузку. Однако, это только часть работ по улучшению качества транспортных артерий города над Бугом, которые проводят специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. К примеру, в настоящее время в активной фазе находится процесс по устранению ямы выбоин. Обо всем по порядку и подробнее в сюжете Анастасии Стропко. Большая транспортная нагрузка – такова причина модернизации перекрестка улиц Жуково и Ковельска. И совсем недавно здесь появилась дополнительная полоса для поворота направо. Объект ввели в эксплуатацию. Это сразу заметно снизило напряженность. Была острейшая необходимость ее везти, потому что, когда в часы пик машины выстраивались аж до середины нашего южного, это было неправильно. А сейчас те люди, которые должны ехать направо, они просто-напросто свободно уезжают, не мешают другим. Модернизация данного перекрестка – не единственный пример, когда добавление одной полосы вносит серьезные положительные коррективы в транспортный поток. Похожая ситуация была и на пересечении улиц Машерова и Ленина. Не так давно здесь также появилась дополнительная правоповоротная полоса. Это существенно изменило дорожную обстановку в лучшую сторону. К слову, не остаются без внимания и дворовые территории областного центра. В настоящее время в активной фазе находится процесс по устранению ям и выбоин. К сожалению, произвести ремонт одномоментно по всему городу невозможно. К тому же есть погодные ограничения. Однако специалисты делают все возможное, чтобы максимально усовершенствовать дорожное полотно. На сегодняшний день мы ведем работы по ямочному ремонту чисто дворовых территорий. Работы ведутся практически по всей территории города. То есть сказать, что мы какой-то район, ну нет. То есть по всем жестам сначала выбираем самые, где более большие разрушения, но потом переходим в более уже, где более, ну ситуация получше. Кроме этого ведутся работы и по реконструкции дворовых территорий, особенно на три следующих года, на 2017-2019 год запланирован очень большой объем работ по капитальному ремонту дворовых территорий, где будет производиться замена и дорожного покрытия, и тротуаров. Но это уже начнется со следующего года. В текущем году на сплошное асфальтирование и ямочный ремонт уже было потрачено порядка 11 миллиардов нединаминированных рублей. Преобразился въезд в город на участке от улицы Медицинской до Гаврилова. Здесь модернизировано дорожное полотно. А совсем скоро усовершенствование ждет и уличные фонари. Обычные лампы заменят на светодиоды. Большая работа проведена и на Пушкинской. Почти вся транспортная артерия приобрела презентабельный вид. Асфальт новый, установленный ливневки. Апгрейд пережили также улицы Скрипниково, Березовская и Пионерская. Все эти изменения положительно влияют на комфортность перемещения по областному центру и снимают многие проблемные вопросы. Работа в данном направлении будет продолжена. В этом году я хочу сказать, что все планы и по ямочному ремонту, по дворам, территориям, по сплошному асфальтированию, все планы выполнены по грейдированию, перевыполнены практически в два раза. Власти уделяют много внимания вот этим проблемам, потому что количество машин каждым днем возрастает и жизнь заставляет решать эти проблемы. К слову, специалисты, отвечающие за состояние дорожного полотна не только областного центра Брещины, но и всей страны, отмечают на текущей неделе свой профессиональный праздник. В соответствии с указом президента, День автомобилиста и дорожника празднуется в Республике Беларусь в последние выходные октября. В 2016 году это 30 число. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям в адрес виновников торжества. Профессия учитель во все времена считалась важной и нужной для общества. Именно благодаря наставнику ребенок, приходя в школу, формируется как личность, развивает свой интеллектуальный и творческий потенциал. Ежегодно большая педагогическая семья пополняется новыми кадрами. И как сделать так, чтобы молодые специалисты не просто вливались в дружный коллектив, но и гордились своим делом, чувствовали постоянную поддержку и имели опеку со стороны более опытных педагогов и государства. Об этом на текущей неделе шел предметный разговор в рамках мероприятия, инициированного отраслевым профсоюзом работников сферы образования и представителями Брестского городского исполнительного комитета. Какие вопросы были затронуты в рамках открытого диалога и что волнует современную молодежь? Подробности в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Молодой педагог – начало трудовой деятельности. Тематическое мероприятие под таким названием собрало в зале областного объединения профсоюзов наставников со всего Бреста. Подобные встречи проводятся в городе над Бугом уже не первый раз. Главные темы открытого диалога актуальны и насущны. Какие социальные гарантии имеет молодой педагог? На чем строится имидж учителя сегодня и что необходимо не упустить из внимания, чтобы получить заслуженный авторитет у опытных коллег и учеников? Наше сегодняшнее мероприятие, проводимое по инициативе Горкома профсоюза работников образования науки, совместно с отделами образования спорта-туризма Брестского городского полкома, администрации Ленинского района, посвящено именно, в первую очередь, этому, закреплению молодых специалистов на рабочих местах. Сегодня к нам город Брест, сегодня, я говорю, в этом учебном году, пришло более 150 молодых специалистов. Развитие гражданской и профессиональной активности молодых специалистов невозможно было бы без конструктивного диалога между социальными партнерами системы образования города. Постоянное взаимодействие представителей вертикали власти с профсоюзным движением помогает постоянно развивать и совершенствовать систему коллективно-договорных отношений, что позволяет увеличивать количество социальных гарантий, которые сегодня имеют молодые специалисты. Молодые специалисты в нашем городе защищены. Эти все льготы и гарантии предусмотрены и областным, и городским соглашением, а также все это прописано в коллективном договоре каждого учреждения образования. На данный момент молодой специалист, если он работает по контракту, он получает 20%, а также 10% надбавки. «Современная школа – это гармоничный образовательный комплекс, который включает в себя не только работу педагога с учениками в рамках урока. Многое в деле воспитания зависит от того, какие ценности ему будут прививаться учителям, на каких принципах он будет строить свою профессиональную деятельность. Важно найти ключи к сердцу каждого малыша. Уверены молодые наставники средней школы номер 20, на уроках в которой побывала и наша съемочная группа. В целом с этим мнением согласны и их коллеги, которые за два месяца работы уже успели полюбить свое учреждение образования и в очередной раз подкрепить свое мнение о том, что выбор в пользу этого непростого дела правильный и осознанный». «Очень рада, что пошла работать именно в школу и преподаю я в шестых классах. Очень рада, дети встретили хорошо и руководство, и вообще коллектив замечательный». «Первые впечатления были самые замечательные у детей, горят глаза, они хотят учить английский язык, а мне как преподавателю, как учителю это, конечно, очень приятно. Коллег очень такое добродушные, они всегда готовы помочь, прийти на помощь, и так и осталось, за два месяца ничего не изменилось. И в целом довольна своим выбором. Еще раз подтвердила, что не зря выбрала этот университет, эта специальность замечательная, все нравится». Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель, говорили когда-то древнегреческие мудрецы. И это мнение имеет право жить и сегодня. Дело педагога сродни ювелирному. Точечно день это дня учитель работает над тем, чтобы уже через несколько лет в общество вышел полноценный взрослый сформировавшийся человек, имеющий определенный набор ценностей, которые помогают ему ориентироваться в жизни. И от того, кто будет вести с учеником такую работу сегодня, зависит, кем этот малыш будет завтра. «Самое главное, я считаю, чтобы выбранная дорога стала судьбой, чтобы в профессию люди шли осознанно, понимая, что это значит. Для меня лучшей профессии вообще нет и быть не может». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. 71 год назад в областном центре Брещины появилось новое учебное заведение. Сегодня мы знаем его как Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Свой день рождения вуз традиционно отмечает ярко, красочно и с размахом. На текущей неделе всех, кто имеет отношение к данному учреждению образования, любят его и чувствуют тепло в ответ, ждали на концерте, посвященном праздничной дате. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Университетская формула успеха. Именно такое название носил праздничный концерт, посвященный 71-му, дню рождения Брестского государственного университета имени Пушкина. Что, к слову, точно отражает суть. Уже не одно десятилетие вуз занимает высокую позицию в системе образования Брещины и страны. И с каждым годом ее только укрепляет. А это значит, здесь точно знают формулу успеха. И, к слову, ее не скрывают. Это люди, которые здесь работают и учатся. Университет – это в первую очередь люди. Это наши студенты, ради которых мы работаем, наши преподаватели. И действительно, как день рождения каждого человека, он подводит какие-то итоги, что пройдено за этот год, так и мы. Прошел год ровно после нашего юбилея 70-летия, и мы уже многое успели сделать. И гордиться есть чем. За минувший год университет выпустил более 1600 специалистов. Уже успели почувствовать себя единым целым с Альма-Матер и без малого полторы тысячи первокурсников. Тон студентам в деле покорения научных вершин задают преподаватели. За 71-й год работы вуза было защищено шесть кандидатских и одна докторская диссертации. В ходе концерта высокую награду, нагрудный знак за вклад в развитие Брестского государственного университета имени Пушкина получили доцент Галина Замест и профессор Василий Гайдук. Вся моя жизнь была связана с Брестским университетом. И на одной кафедре. У меня в трудовой книжке одна запись. Кафедра такая, пусть она меняла название, но одна и та же кафедра. Празднование дня рождения в большом кругу друзей уже давно стало доброй традицией вуза. И отказаться от удовольствия в этот момент быть в гуще событий не могут ни студенты нынешние, ни даже те, кто уже давно покинул стены Альма-Матер. Но до сих пор вспоминают о поре студенчества с радостью. Все они уверены, лучше Брестского университета, ставшего за годы учебы по-настоящему родным просто не найти. Несмотря на то, что мы уже давно выпустились, уже не являемся студентами, но эта атмосфера, которая царилась здесь, она достается до сих пор. Вот я сколько раз меня приглашают, я прихожу с удовольствием на концерты. Немножко есть волнение, потому что все-таки родные стены, родные лица, родные люди, которые тебя видели, всегда поддерживали. И сегодня этот день является исключением. Сегодня я тоже пришел на концерт, но буду не просто смотреть его, а участвовать со своим коллективом. Конечно, хотелось бы процветания, чтобы университет наш был всегда таким отзывчивым, то есть такие прекрасные люди работают в нем, прекрасные и очень творческие студенты. И хотелось бы, чтобы весь этот коллектив слаженный в дальнейшем только поднимался по лестнице вверх и шагал к новым целям и довелся новых успехов. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Субботняя программа «Бугенформ» посвящена главным событиям недели. Я, Виктория Саченко, продолжаю выпуск. Юбилейная, десятая неделя немецкого языка и культуры прошла в городе над Бугом. Уже не один год мероприятия в рамках данной инициативы собирают на одной площадке десятки любителей языка Шиллера и Гетте. В программе открыты мастерские, доклады, кинопоказы. О ярких мероприятиях семидневной программы подробнее в сюжете Софии Бережной. Мастерская под названием «Жить в согласии с природой», используя возобновляемые источники энергии. Большая программа недели немецкого языка и культуры – это только одно из мероприятий. Однако, каждый из них без исключения пользуется популярностью. Школьники посещают их с огромным удовольствием. Это прекрасная возможность не только поговорить на немецком языке, но и узнать новые интересные факты из разных сфер жизнедеятельности. Тема выбрана из-за того, что дети, которые подготовятся на шпах-диплом, для них эта тема очень важна. И эта тема, мне кажется, очень важна не только для этих детей, которые должны сдать какой-то экзамен. Эта тема всем нужна и очень важна, чтобы мы занимались нашей экологией. О мастерской вопроса экологии школьники обсуждали с Фолькером Янзеном, преподавателем немецкого языка из города Равенсбурга. Он приезжает на такие языковые недели уже не в первый раз и всегда находит о чем поговорить и даже спеть вместе с брестской молодежью. Есть те, которые хорошо говорят, есть, конечно, и те, которые только начинаются. И я стараюсь с таким, что я пою с детьми немецкие песни, показать им другой вид заниматься языком. Это по-другому читать, говорить, а петь – это еще другое дело. Это помогает, это облегчает. В ходе мероприятия школьники проявили завидную активность, с удовольствием включались в беседу. Мы Хэр Янзена уже знаем, вот он уже 9 лет представляет себя на этой неделе немецкого языка. Его уроки всегда проходили очень интересно, с песнями, с шутками и постоянно на немецком языке. Вот сейчас мы обсуждаем тему климата, климатических проблем. И это он делает настолько интересно для нас. Вот мы сейчас сидим и думаем, я, если честно, бы никогда не задумался о такой проблеме, если бы не Янзен. С большим интересом ребята из седьмой школы встречали гостя из Берлина – известного немецкого журналиста и писателя Томаса Файбеля. А все потому, что произведения автора они изучали в рамках школьной программы. Журналист порядка пяти месяцев путешествовал по разным странам, чтобы пообщаться со своими читателями. Автор 50 книг Томас Файбель знает, на каком языке разговаривать с молодежью. Именно поэтому его произведения пользуются такой большой популярностью. На встрече с брестскими школьниками в рамках недели немецкого языка и культуры поговорили о конкретной книге романе под названием «Как я». Тема, которая обсуждается в этой книге, очень актуальна. Как следует обходиться с современными гаджетами, мобильными и телефонами. Приводятся случаи, например, что делать, если какая-то нелепая фотография с вами окажется в соцсети. Как такового жанра произведения нет. Это литература для детей и молодежи. Помимо конкретной истории, в книге есть руководство для учителя. Книга Томаса Файбеля переведена на шесть языков. Молодежь из разных стран имела возможность познакомиться с творчеством автора. Пообщаться вживую с популярным немецким писателем посчастливилась брестским школьникам. Конечно, будет интересно. Тем более, что вот эта книга, которую я выбрала, это книга нашего конкурса «Лиза Фукс». Каждый год они читают по четыре книги, и в этом году его книга среди этих четырех, и поэтому мы попросили его приехать сюда. Программа юбилейной недели немецкого языка и культуры была насыщена самыми разными мероприятиями, среди которых встречи с гостями из Германии, викторины и конкурсы для школьников, литературные чтения, показы немецких фильмов, семинары для учителей и многое другое. Традиция, которая зародилась в стенах седьмой школы 10 лет назад, поддерживается, а это значит, польза от проведения мероприятия есть. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. К другим темам. Накануне Брестский академический театр драмы вновь порадовал жителей и гостей города над Бугом очередной оригинальной постановкой. Премьера в двух действиях под своеобразным названием «Веселый вдовец» поставлена заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь режиссером Александром Козаком по произведению британского драматурга Саймона Мосса. Отец, мы думали, что ты приехала смотреть «Достопримечательность»? Совершенно верно. Владыка, здесь есть на что смотреть. Да, это точно. Знаешь, Лондон, он может потрясти провинциала до глубины души. Очень хорошо. Мне хочется потрястись. Поводом для постановки спектакля по произведению зарубежного классика Саймона Мосса стало 65-летие заслуженного артиста Беларуси Михаила Васильевича Метлицкого. Именно он и сыграл главную и самую, что ни на есть, экстравагантную роль Томаса Мэдисона, того самого веселого вдовца. Актеру предстал перед публикой в необычном амплуа. Бенефис мастера сцены – это подарок юбиляру от режиссера спектакля заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Александра Козака. Мы перечитали массу пьес и хотелось бы к его юбилею взять пьесу, которая чуть-чуть необычна по амплуа и по человеческим качествам артиста Метлицкого, чтобы было ему какое-то преодоление и интерес работать. Перечитав много пьес, мы остановились на этой. Сюжетная линия с каждым действием интригует, удивляет и не перестает держать в эмоциональном напряжении зрителя. К молодой паре Ричарду и Харриот приезжает отец мужчины Томас Мэдисон. О его поведении и образе жизни ходят легенды. Он не работает, живет за счет других, а на похоронах своей жены едва не пустился в пляс, ни пролив ни одной слезы. В столицу Англии отец Ричарда приехал перед самым оглашением завещания покойной супруги. У него нет ни гроша, поэтому деньги он просит у сына, работающего рекламным агентом. Но сыну не до отца, у него у самого проблемы с работой. Юморной старик приспосабливается жить за счет молодой семьи. В чу-квартиру без согласия молодых приводит юных девушек. Постановка с первых минут увлекла брестского зрителя. Когда идешь в театр, это всегда что-то типа праздника. Поэтому настроение было хорошее, праздничное. Перед своими друзьями я похвасталась, что иду в театр. И получила удовольствие. Для меня театр – это отдых после тяжелого дня рабочего. Тем более мы приехали отсюда с высокого, с Каменецкого района. Ну, знаете, отдыхаю душой и телом. Комедия британского драматурга Саймона Мосса наполнена тонким английским юмором, курьезными ситуациями, необычными акцентами и эксклюзивными моментами. Театр – это такое уникальное учреждение, где можно все-таки каждый день, каждый спектакль что-то корректировать, доделывать, потому что, ну, часто у нас не хватает времени или возможностей, чтобы все вовремя сделать. Поэтому я думаю, что спектакль будет еще совершенствоваться. К слову, для любителей театрального искусства до конца этого года в Брестском академическом театре драмы состоятся еще две премьеры, так что не пропустите. Ну вот и все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании BukTV.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В выходные погоды в городе Бресте будут определять атмосферный фронт и неустойчивые воздушные массы. 30 октября на территории областного центра пройдут дожди. Возможен сильный порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 7. В понедельник 31 октября в городе Бресте пройдут дожди. Ночью и утром сгустится туман. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов выше нуля. Температурный фон дня плюс 4, плюс 6. Субтитры подогнал «Симон»